Вы, наверное, спросите, кто я такая? Кто я здесь делала? Зачем я это делала? А я вам отвечу просто легко. Меня зовут Атика, и я на этом канале, чтобы с вами поделиться интересными фактами о компьютерных играх. Я видеоблогер, у меня есть свой канал, и если вам интересно, вот она, можете подписаться, посмотреть, что я снимаю, всякие влоги, советы, и многое другое. Но сейчас не об этом, а компьютерных игр. Компьютерные игры начали делать в 60-х годах 20-го века. Это было, конечно же, открытие, потому что, как только появился компьютер, он был как вычислительная машина, но никак не развлекательная. Тут вот такой прорыв. И как только они начали их разрабатывать, появились, конечно же, какие-то определенные факты. Давайте же я вам их расскажу. Поехали. В 1951 году был снят вестерн «Далекие барабаны», а в нем уже использовали крик, который наимой навали «Человека кусает аллигатор», и он кричит. Далее этот крик был использован еще во многих фильмах, таких как «Звездные войны», «Индиана Джонс» и прочие произведения из студии Warner Bros., которая запатентовала этот звук. Сейчас же этот крик используют в очень многих видеоидах. И я думаю, вы тоже его использовали в бью где-нибудь в ВК-мьюзе, «Крик человека» и скачали его, добавив в свою флеш-бру. Второй факт. Почему Лара Крофт обладает такой грудью большой? В планах создателя Лара Крофт не было такой пышной груди главной героини, но как-то дизайнер делал настройку персонажа и случайно увеличил бюст Лара на 150%. В итоге результат получился очень красивый, работникам понравилось, они решили оставить все как есть. Мужчины, конечно же, вспомним про нелегальные игры, про пиратов. Я думаю, вы тоже их помните, они уже появились в 90-х годах и мучают нас, в принципе, по сей день. Но тогда это было просто ого-го, и отсюда выливается следующий факт. Под конец 90-х годов прошлого столетия нелегальные игры продавали под именем Фаргус. Переводы от этого издателя были неплохими, получше, чем у прочих пиратов, но со временем качество стало хуже. При том, то, что имя Фаргус стали использовать другие пираты, которые отношения к этому не имели. Владельцы имени зарегистрировали его официально и подали в суд иск на одну из точек, которая распространяла игры, прикрываясь этой торговой маркой. Но этот нелепый иск был отклонен. И больше владельцев Фаргуса подобных попыток не делали. Четвертый факт. Думаю, все попадали в какую-нибудь ужасную историю и порой нужно было действовать по ситуации. В голову нам сразу приходили какие-то всевозможные способы спасения. Допустим, убежать от преступника. А вот один мальчик использовал навыки из очень известной игры World of Warcraft. Ганс Ольсену, мальчику из Норвегии, пришлось спасать сестру и себя заодно от дикого оленя в лесу. Мальчик постоянно играл в World of Warcraft и навыки из этой игры отложились у него в памяти. Он сначала отвалил колени от своей сестры, затем, когда животное последовало за ним, притворился мертвым. Игроки в курсе, что подобная уловка доступна тем, кто достиг 13 уровня в игре. Ну и как же мы можем забыть игру Братья Марио? Я думаю, все играли еще на Денди Марио. Конечно, была игра всех ваших пап и мам. Комбинезон красного цвета главный герой это Аркада получил по простой причине, чтобы игрок видел его руки на фоне одежды. До того же придумали белые перчатки Марио, а кепка решила сложности с прорисовкой волос персонажа. На то время нарисовать такие элементы было проблемно из-за низкого разрешения компьютерной графики. Вот таких пять коротких фактов я хотела донести до вас про старые добрые компьютерные игры. Если вам понравилось это видео, можете поставить под него лайк и, конечно же, не забудьте подписаться на этот канал моих друзей. Ну и можете зайти посмотреть, что творится на моем канале. Будьте здоровы, счастливы, играйте в хорошие компьютерные игры, но не больше получаса. Зрение. А с вами была Атика, всем пока.